Мы в моей маленькой гардеробной, не знаю, вы все наверно не сможете видеть. Давайте мы с вами сейчас идем, пойдем, посмотрим. Как мы вышли на улицу, пойдем выбрасывайте. У меня в щелокон. С доброго. Такой благодушек важный. Там у нас еще собрали бомбинтон. У меня теперь тоже такое дикое желание попросить своего чана, чтобы мы купили бомбинтон и играли здесь во дворе. У нас на помойке все тихо. Сейчас пойдем. Хочу вам показать мой двор. Хочу вам показать мой двор. Как я говорила в предыдущем видео, когда еще было только начало весны, еще ничего не было. Сейчас посмотрите, как все расцвело. Я даже не видела, что здесь животные есть. Вот такая улица. Я, кстати, взяла с собой целый пакет атрибутов селфи-палки, камеру. Кстати, да, я купила новую камеру. Я просто пока еще не знаю, стоит ли снимать на нее или нет. Так, я решила там не сидеть, пойти куда-нибудь подальше. Вот увидела детскую площадку, маленькие какие-то тренажеры. Посмотрим, что там есть интересное. Если честно, я еще даже вот так вот возле дома не гуляла, никуда не выходила. Но сегодня просто погода такая хорошая. Мне так надоело сидеть дома, и я решила выйти. Ду-ка я на улицу, погляжу, что у нас тут есть во дворе. И народу нету. Время по двенадцатого, нету людей. Здесь тоже какая-то вот площадка. Там детская дальше площадка. Но кто-то есть все-таки тоже на детской площадке. Чья-то куртка там лежит, вижу. Вот. Меня так раскручивает все из-за того, что я сейчас на таком тренажере, который крутится. Здесь вот я нашла другие тоже виды тренажеров детские. Плюс здесь детская площадка. Вот такого формата здесь тренажеры. Стоят. Детская площадка. И вот на вот этой крутящейся штучке я вот сейчас стояла. Ой. Кстати. Хочу вам сказать, на улице очень жарко. Очень жарко на улице. И в маске дышать сейчас вообще невозможно. Немножко солнце мне в глазах шпарит. Я думаю, немножко позаниматься здесь. Потому что все время занимаюсь только дома. Вот. Сейчас у меня маска улетит. Потому что все время занимаюсь только дома. Теперь вот подумала, может быть стоит все-таки заняться на улице немножко. Потому что ноги очень сильно болят. Я вчера честно на самом деле выполнила несколько разных видов упражнений. И кардио. И упражнения на пресс. И на лицо упражнения. На ноги. На общее всего тело. Сегодня утром я проснулась. У меня ноги вот так вот дрожат. И я ходила как будто я этот... Ну вы поняли. Это было ужасно. Вот. Ну сейчас более-менее нормально. Я думаю, нужно просто разогреть ноги. Немножко мышцы нужно разогреть. И посмотреть, как это все будет. Вот. Жалко, что нет сейчас никого. Кто бы мне помог бы снять видео, придется снимать самой. Поэтому сейчас я как-нибудь поставлю камеру. Немножко позанимаюсь. И потом мы с вами поговорим. Музыка. 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 gross quot Продолжение следует... Продолжение следует... Не знаю, это сложно. Либо из-за того, что у меня после тренировок очень сильно болят ноги, поэтому мне сейчас тяжело это выполнить. Вот. Сейчас я просто еще не выпила протеин, поэтому я сейчас решила просто немножко разогреть свои мышцы, прийти домой и уже дома интенсивно позаниматься. О чем мы сегодня поговорим? Почему я не работаю? Почему я не учусь и сижу просто вот вышла замуж, как говорят, удачно вышла замуж и сиди дома? Нет. Я тоже не хочу сидеть дома, я хочу зарабатывать, я хочу работать, получать свои деньги. Вот. Но тут такая система образования в Корее, что если вы хотите поступить в университет, здесь два направления. Либо вы поступите на бакалавр и магистратуру по специальности определенной, которую вы бы выбрали. Либо есть второй вариант, если вы хотите просто изучить корейский язык. В этом случае вам Корея предоставит визы. Получение. Это виза номер D4. Если вы хотите приехать просто как студент по обмену, это тоже система действует здесь в Корее, но она дается на три месяца, это как на один семестр. Если в течение трех месяцев вы хорошо себя покажете, будете отлично учиться, вы сможете получить также стипендию, которая покроет вам дальнейшее обучение на один семестр. Вот. Здесь образование в принципе в Корее, те, кто поступает, ты когда оплачиваешь за семестр, желательно лучше оплатить сразу два семестра. Вот. Если вы все-таки оплачиваете добровольно и учитесь интенсивно, это все видят учителя по вашим показаниям, также еще в образование входит всегда и общежитие. Каждый университет предоставляет общежитие своим студентам. Почему я сейчас не учусь? Я очень сильно хочу. Я не хочу сейчас поступать здесь на магистратуру и бакалавр. Нет. Я хочу пойти тупо на языковые курсы. Языковые курсы здесь при университетах стоят три месяца, три месяца и полтора миллиона вон. Полтора миллиона вон – это тысяча триста, нет, даже тысяча четыреста долларов в месяц. Но там входит и общежитие. Но общежитие мне не нужно, поэтому я бы, думаю, это немножко стоило бы дешевле. Так, мы с вами пойдем, потому что сейчас пришли уже детки играться сюда, взрослые люди пришли заниматься, там пресс качают и сидят. Поэтому не буду им мешать. Скорее всего, они мне больше немножко мешают, но ладно. Вот, и что по поводу образования. Я хочу поступить на языковые курсы, но они стоят за три месяца полтора миллиона вон. Это тысяча четыреста долларов приблизительно. Это немножко дороговато, но даже это не сумма, это в деньгах. Больше то, что мне нужно каждый день ездить в институт, занять с девяти до часу. У меня сейчас нет машины, поэтому мне в первую очередь нужно получить здесь водительское удостоверение. У меня сейчас вся голова забита. Как же выучить эти правила ПДД по-корейски? На самом деле, я думаю, что это тяжело. Поэтому мы посмотрим, как это все происходит. На самом деле, я обязательно сниму, как у меня проходят занятия по вождению здесь, в Корее. Но это будет дальнейшая рубрика, когда я подготовлюсь хотя бы к тесту. Вот. И значит, что мы имеем? Что мы имеем? Это то, что... Если вы хотите поступать на языковые курсы, то это не высшее образование. Вы должны это понимать. Высшее образование, это если вы приедете как студент по обмену, либо будете платить все полностью по платной основе, тогда вы сможете обучаться здесь. Пойти на магистратуру, на бакалавр и выбрать свою специализацию. Экономика, юриспруденция, допустим, да? Вот. Но если же вы хотите просто изучить корейский язык, то это, в принципе, вполне возможно. Вы можете поехать в корейское посольство в своей стране и там уже собрать документы для обучения. Но вы должны быть, должны поступить на высшее образование у себя в стране, в своей городе. И уже с первого курса вы можете, в принципе, подать документы на то, чтобы обучаться здесь, в Корее. Либо если вы этнический кореец, это виза F4 и H2, если у вас в происхождении есть корейские корни, то это не обязательно. Имейте высшее образование. Вы можете даже после школы, можете после техникумы пойти и учиться здесь, в Корее. Вот такие примерно фиксированные цены. А если вы хотите поступить на магистратуру и на бакалавр, то там, конечно, расценки уже выше, там от 4 миллионов стоит обучение. Но если вы очень хороший студент, очень дисциплинированный, ответственный, не будете пропускать занятия, будете активно учиться, участвовать во всем, то вам будут выплатить стипендию, который может покрыть почти 100% вашего дальнейшего образования. Я считаю, что это хорошая мотивация для вас. Ну, пока пойдем домой, потому что мне уже немножко наскучило здесь на улице, на свежем воздухе. И Мэри там моя бедная скучает, наверное, по мне уже. Она сегодня очень сильно скучает. Поэтому мы пойдем домой, и дома я уже расскажу про работу. Здесь была кисуля. Вот она. Кисулечка бедная, голодная. Это вот наш... Уже здесь вот играть можно боминтон, теннис, футбол. Здесь мужики курят, сидят. А это вот уже наши тренажеры. Они уже более посовременнее, да? Здесь вот можно и пресс качать. Я вернулась домой. Дома так хорошо, прохладно. Вот. Ну что, про образование мы поговорили. Если вам конкретно что-то интересно, вы можете написать в комментарии обязательно под это видео. И по этой теме про образование в Корее я подробно все изучу, какие документы необходимы, что именно нужно, сколько именно денег нужно, и в какие университеты Кореи вы можете поступить. Если эта тема будет актуальна, я обязательно сниму отдельное видео на эту тему. Вот. Про образование мы поговорили. Второй вопрос. Почему я не работаю? До замужества я работала. Я работала почти полтора года, как приехала в Корею. Я поработала на очень много разных заводов. По своей специальности я медицинская сестра. В России я окончила медицинское училище техникум. Я работала медицинской сестрой. Здесь в Корее мой диплом, он вообще никак не котируется, поэтому здесь нужно обязательно пройти курсы медицинской сестры. У вас должно быть отличное свободное владение корейским языком. Вы должны также сдать топик. Да, это уже пятый, шестой уровень. У вас должен быть корейского языка. Курсы медицинской сестры, корейский язык. И если у вас есть документы, дипломы, аттестаты со своей страны, вы должны получить апостели, нотариально это все дело заверить. И тогда у вас есть шанс, если у вас есть еще виза, если у вас рабочая виза, вот, у вас есть абсолютно любой шанс работать здесь медицинской сестрой, либо же даже вот по другой профессии взять. Вот, если вы, конечно, там не профессор, каких-то кандидатских наук, то вы можете здесь, в принципе, запросто найти работу, обратиться в фирму, пройти просто небольшие курсы, прослушать, ну да, желательно знание корейского и английских языков. Тут уже без этого, ну, никуда. А если у вас ничего из этого не имеется, вообще ничего, то вы можете работать на заводах, в мотелях, убираться, означать, да, делать уборку. На самом деле не так много, если вы не знаете корейский язык. Если вы знаете корейский язык, то вы можете устроиться работать в магазин, ну вот, запросто, в принципе, да, везде нужен язык. Ну уж без этого никуда, даже вот в самой России, если кто-то приедет, ты обязан знать русский язык. Если ты русского, то не будешь знать, как ты будешь работать в этой стране. А здесь то же самое. Если вы не знаете корейский язык, то как вы будете работать, как вы будете общаться с клиентами? Никак. Поэтому вас просто не возьмут. Я работала на очень многие разных заводах в городе Тегу и в городе Ансань. Я работала и на бумажном заводе, я работала на парфюмерном заводе, я работала на масках, я работала на автомобилке. Самая легкая работа, мне показалось, это автомобильный завод, если честно. Мы просто делали какие-то детали, просто делали сборку деталей, собирали просто и все. Это была очень легкая работа. Но просто настолько она была такая рутинная, и она была немножко скучная. Парфюмерный мне очень понравился изготавливать всякие бутылочки, собирать, полакончики. Это было на самом деле, да, очень интересно. Я прикупила очень много косметики, пока там работала, подружилась с людьми. Там работали очень много наших русскоязычных с России, с Узбекистана, с Казахстана, поэтому было достаточно очень много интереса. Ну, так же я работала очень много китайцев. У нас вот китайцы и русские. Корейцев почти не было. На самом деле, можно было по пальцам посчитать, сколько там корейцев работало на заводе. Здесь на заводах, на самом деле, корейцы не очень спешат работать, потому что зарплата не особо большая, но трудиться нужно очень много. Хоть и говорят, что корейцы очень трудолюбивый народ, они очень много работают, да, это так. Но запроса так, они ничего делать не будут. Они хотят просто выбрать ту работу, которая будет приносить ему и деньги, и удовольствие, и в то же время нужно не сильно много напрягаться. Всем желаю найти такую работу. Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы по поводу житья в Корее, по поводу как приехать в Корею, то как здесь учиться, как здесь работать, как здесь познакомиться с людьми, чем здесь заниматься, куда сходить. Все, что вам интересно, вы можете просто спрашивать меня, либо же, если вам интересно, просто я. Вы тоже можете написать, вот я сидела в комментариях, вы можете перейти на ссылку в мой инстаграм, в группу в фейсбуке, и также я сделала еще группу ВКонтакте. Просто это для тех, для единомившельников, для любителей Кореи, если вам это все дело интересно. Также про изучение корейского языка. Если вам тоже это интересно, пожалуйста, обязательно напишите это в сообщениях, и чтобы как-нибудь вам облегчить этот процесс изучения корейского языка. И вот на этом я день блога заканчиваю. Всем пока-пока, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем приятного дня, всех люблю, всех целую, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok